Когда-то мой герой подошел к зеркалу и уверенно дал самому себе слово, что его никто и никогда не будет больше обижать. Он выполнил обещание, сегодня его имя знают далеко за пределами России. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, сенсей Рамиль Сакаев. Согласно философии, на высокой-высокой горе находится арка мудрости и мастерства, упирающейся в солнце. К ней ведет тернистый путь до. Рамиль Сакаев, президент Рязанской региональной федерации стилевого карате, долго шел к заветным воротам. И сегодня он готов рассказать свою историю. На встречу вихри, бурь громы, но не сломите меня ничем, достигнув жизненной цели, достигнув мудрости своей. И в белом одеянии духа надену черный пояс я, и жизнь мне вспомнится такую, какую хотела я в ней стать. Вероятно, от того, что долгое время карате было под запретом, вокруг этого боевого искусства возникла масса легенд. Будто это вовсе не спорт, а жестокие поединки, и они только для брутальных мужчин. Семья Сакаевых своим примером уже не раз доказала обратное. По философии истинное искусство, искусство высшей гуманности, учит так провести поединок, чтобы нападающий сам отказался от своих намерений. Или карате в анисантенаре. В карате не нападают первым, в карате бьют первым. Мы пытаемся изнутри посеянное семя, чтобы оно внутри само росло, и ребенок сам развивался посредством посредника инструктора и знаниями. Его ученикам от 4 до 50 лет. Они не смотрят кровавые боевики, а цитируют Конфуция и Амара Хаяма. Ведь философия карате прежде всего внутренняя гармония и дисциплина. Даже бывшие ученики, много лет назад ушедшие с татами, смущенно выбрасывают сигарету при встрече со своим мастером на улице. Уважение, мы называем его этикет доджо, правила поведения в спортивном зале, оно очень хорошо детей воспитывает. Рамиль Сакаев, как никто, знает о ценности внутренней уверенности, которой так не хватает многим мальчишкам. Когда-то он и сам терпеливо сносил тумаки и мечтал только об одном – научиться постоять за себя и за своих близких. Два года умерла мама от рака. Так получилось, что отец нас бросил детей. И меня воспитывала сестра, которая была на то время 15 лет. Рамиль чудом не попал в детский дом. Он вырос практически на улицах города Андижана. Это в Узбекистане. В годы его юности тоже хватало пьянства, наркотиков и сигарет. Но если ровесники играли в карты на деньги, Сакаев обязательным условием ставил отжимания или количество подтягиваний. В какой-то момент хулиганы, которые не давали покоя, оказались слабее. Очень удивительным образом, не знаю, кто там был, ангел-хранитель, удалось все это обойти, что даже мне мои друзья со двора называли меня пан-спортсмен. Рамиль Сакаев впервые вошел в спортивный зал, когда ему было 9. С тех пор прошло больше 35 лет. Однажды мне один из журналистов задал вопрос. Рамиль, а зачем нам это надо? У нас есть свои традиционные. Зачем вообще нам эта японская культура? Прошли вот много-много лет, больше 20 лет после этих слов. Вот смотрите, как мы любим японскую кухню, японскую культуру. В начале 80-х в разных печатных изданиях стали появляться статьи о необходимости запрета каратэ на территории Советского Союза. Чиновники не имели понятия, что с этим делать, и боялись принимать какие-либо решения. Насколько я помню, 220-я статья была в уголовном уколе РССР за незаконное преподавание каратэ. И когда мы в те годы занимались, вот это тоже было практически в школах, мы всегда, конечно же, выставляли дежурных, чтобы они следили, чтобы не приехала полиция, воверя милиция, и вот так вот не включали в спортивных залах свет. Каратэ, уверен Рамиль, это что-то вроде теплицы, где человек с молодых ногтей растет и подпитывается энергией. Пусть хромает техника, но жизнь не раз подтвердит, что на выходе получается хороший человек. А это намного важнее. Тот случай, когда победить нужно в первую очередь себя. Вот такие мои интересные медали делали сами. Это сейчас можно купить. 96-й год. И в пати Калавра, здесь в Рязани я проводил. Каратэ становится такой какой-то основной базой для толчка в развитии ребенка в дальнейшем. Не многие знают, что знаменитый сенсей вместо спортивного зала мог командовать в казармах. Десантные войска, школа прапорщиков Прибалтики, училище ВДВ. Наверное, к счастью, эксперимент провалился, и Рамиль Сакаев навсегда остался в спорте. С военной формой теперь ассоциируется только романтичная история знакомства с любимой супругой. Красивый очень случай. Молодой прапорщик в военной форме идет в одну из столовых города Рязани на обед. Со своим коллегой, тоже прапорщиком. Видит, впереди идет девушка, почему-то в хоккейной форме, с клюшкой на плечах и с лечащими коньками на них. Повинуясь необъяснимому чувству, он встал за ней в очередь. С тех пор так и прикрывают спину друг друга в прямом и переносном смысле. Будущая супруга уже была сильной спортсменкой. Но прежде чем связать свою жизнь узами брака, Рамиль поехал за советом к своему сенсею. Тот для пущего взаимопонимания предложил обучить избранницу приемом карате. Она приняла вызов. Имеет вторую дань черную пущу по карате. Неоднократная призерка всероссийских международных соревнований. Практика ее сводила даже в поединке с японцами и с мужчинами. Жизнь – это огромная доджи. Доджи, где мы сейчас находимся, место потяжения пути. Вот, наверное, семья – это везде. Семья – это в спортивном зале, семья – это дома. Семья – это как мы ездили на последние соревнования. Стоит ли удивляться тому, что дочь и сын Рамиля Сакаева тоже, едва встав на ноги, примерили свои первые пояса. Их мама до последнего выходила на поединки. Никто до семи месяцев ее беременности не знал, что она вообще в положении. Настолько она спортивно была сложена, что живот не сильно выделялся. Тем более под кимоно это не так уж сильно и заметно. Дочь Рамиля тоже имеет черный пояс по каратэ. Она закончила факультет иностранных языков и продолжает радовать папу своими достижениями. Из татами, из матов мы делали, типа, кроватки такой, обкладывали, чтобы ребенок не укатился никуда. Так, дочка, например, спала. Мы в это время занимались. А эту медаль Елена Сакаева завоевала спустя полгода после рождения Эмиля. Серебро вручили по ошибке, но выдержка, приобретенная в каратэ, научила принимать такие повороты судьбы достойно. Наверное, таким супругам можно каждый год одевать медаль за тяжело прожитое время. Конечно, это шутка. Рамиля не скрывает, что сенсей во многом хуже детей. С другой стороны, не каждый муж способен в любой стране мира из подручных продуктов приготовить вкусный ужин. В семье, как и на татами, главная гармония. Сегодня жена и дочка по-женски берегут его хрупкий внутренний мир. И он почти с уверенностью может сказать – мечта стала реальностью. Хотелось бы быть кем-то, что даже где-то в 21 год я написал такие вот слова. Пишу слова, премудрых изречений, толкую, как философ я. Но я никто, я стану в жизни кем-то и заслужу признание во всем. Вот все японцы, которые приезжали в 90-х и нулевых годах по направлению Шатакана, я был у всех. Это я в Воронеже, молодой, 24-летний парень. Приезжал к Тошацу, Сасаки, Симагучи. Проводили сборы учебно-тренировочные. Вот он подписывает и диплом. Лучшие спортсмены – те, которые получили у нас черные пояса. Фотографии 10 лет. Например, Пирожков Володя, мой ученик, мы сейчас президент Федерации Кабудо. В свое время ему предлагали возглавить Союз карате России. Но это означало бы переезд, а значит расставание с многочисленной рязанской детворой, мечтающей об очередном поясе каратиста. Даже сегодня, когда никого не удивляют словосочетания «Федерация карате», «Чемпионат мира по карате», «Спортивный клуб» или официальный сайт карате, найдется немного энтузиастов, которые готовы продолжить его дело. Мне очень нравится все, изучать все направления. Поэтому у меня 6 будупаспортов по различным весям, по черным поясам. Карате, говорит Рамиль, тот вид спорта, который учит все в жизни принимать достойно. В спортзал идут не только за медалями. Он за считанные годы мог бы сделать из своего сына нового молодого чемпиона. Но тогда это будет чужой, навязанный выбор. Путь до у каждого свой. И даже в самой трудной ситуации главное верить и не опускать руки. Иначе как открыть ворота в арке мудрости? Редактор субтитров А.Семкин